В начале 20 века, когда еще не было объявлено гонорария, когда еще вовсе не существовало института Клея, Давид Гильберт отмечал, что по популярности среди математиков гипотеза Риммана стоит на первом месте. На второе место он оставил великую теорему Ферма. Это немного кажется удивительным. Видимо, Гильберт имел в виду математиков-профессионалов, поскольку формулировка теоремы Ферма понятна для тех, кто знает математику на школьном уровне. С гипотезой Риммана дело обстоит иначе. Тут формулировка довольно сложная. Ее понимают только те, кто знает высшую математику. Давайте посмотрим. Я упомяну про легенду относительно высказывания Гильберта. Он говорил, что если он уснет глубоким сном лет на 300 или 500, после того, как проснется, первым делом поинтересуется, доказана ли гипотеза Риммана. Сейчас более конкретно, предметно посмотрим, о какой проблеме вещь идет. Формулировка основная гипотеза Риммана. Она такова. Она дана более 150 лет назад самим Римманом в своем докладе. И звучит так, что все нетривиальные нули дзета-функции имеют вещественную часть, равную одной второй. Возникает сразу несколько вопросов. Что такое дзета-функция? Что значит нетривиальные нули? Дело обстоит таким образом. Дзета-функция – это одна из высших трансцендентных функций. Трансцендентные элементарных функций – это синус, косинус, тангенс и прочие высшие функции Веселя, гамма-функции и так далее. Мы знаем. Так вот, функция Риммана не имеет никаких параметров. Это одна единственная функция. Она определена Римманом как аналитическое продолжение на всю плоскость функции, заданной, когда сигма больше единицы. То есть сигма – это реальная часть комплексной переменной S больше единицы. Вот дзета от S – это сумма ряда. Этот ряд сходится, когда вещественная часть S, то есть сигма, больше единицы. Известно, что после продолжения, оказывается, дзета от S имеет точки единицы при S равном единице, простой полюс, вычетом равном единице. Поэтому ее разложение выглядит следующим образом. Единица делить на S минус один плюс целая функция, то есть функция, которая является аналитической на всей плоскости. Дзета-функция имеет тривиальные нули. Так называются нули в точках отрицательных, несчетных чисел. Минус два, минус четыре, минус шесть и так далее. То есть дзета от минус n равняется нулю для любого натурального n от единицы до бесконечности. Но здесь для тех, кто еще не проходил, что такое аналитическое продолжение, или уже успел забыть, я хотел бы дать очень простое пояснение на примере. Если мы возьмем ряд n от нуля до бесконечности s в степени n, то мы знаем, что это бесконечная геометрическая прогрессия. Она сходится, когда модуль S меньше единицы. Если модуль S равняется единице или больше единицы, то этот ряд расходится, поскольку общий член ряд не стремится к нулю. Но сумму геометрического ряда мы знаем, как вычисляется при таком значении. Это получается на самом деле f от s, это и есть единица делить на единица минус s. Выясняется, что этой формулой на самом деле функция определена на всей плоскости, кроме одной точки. Вот примерно такая же ситуация, как зета-функция Риммана. Она продолжима на всю плоскость, точка единицы имеет простой полюс. Но в отличие от этого случая, там ситуация сложнее, какой-либо простой формулы, которая выражает зета-функция на всей плоскости, не существует. Эти продолжения... Да, это я тоже должен нарисовать. Сигма, t, s равняется сигма плюс и t. Та формула, которая была, она определяет сигму-функцию вот в этой полуплоскости. Сюда я аналитически продолжаю. Да, и в этой точке полюс. И в точках минус 2 масштаб я не обязательно буду соблюдать. Минус 4 и так далее. Зета от минус 2, k равняется нулю. Вот в этих точках ноль. Известно также, что зета-функции имеют бесконечное число других нулей. Они называются нетривиальными нулями. И все нетривиальные нули расположены в критической полосе, определяемой неравенствами. Вот эта полоса здесь нарисована. Таким образом, гипотеза Риммана допускает следующую формулировку. Если сигма меняется от нуля до единицы, и сигма равняется нулю, то сигма должна равняться одной второй. Вот это и есть гипотеза Риммана. Сигма равняется одной второй. А, я сказал сигма, да? Зета, да. Наговорка. Спасибо. Вот если вот так, то отсюда следует, что сигма равняется одной второй. Это прямая называется критической. Вот она здесь расположена. Волнуюсь я? Здесь можно сказать, что зета-функция понадобилась Римману лишь как инструмент. Его основной целью было изучение распределения простых чисел, а именно стремился дать асимптотическое разложение для функции, которое определяется, вот здесь определенно написано, число простых чисел, не превосходящих заданной величины х. Существует и ряд других формулировок гипотеза Риммана. Аналитическое продолжение записывается разными формулами. Вот одно из простейших имеет такой вид, как здесь на плакате написано. Это зета от s равняется минус s интеграл. Эту запись можно, например, найти в книге Титыч-Маршет зета-функции Риммана. Поэтому гипотеза Риммана допускает следующую формулировку, которую я обычно даю студентам. Если сигма меняется строго больше нуля, строго меньше линейцы, и вот этот указанный интеграл равен нулю, то тогда сигма равняется одной второй. То есть никакого аналитического продолжения не нужно знать. Нужно только знать не собственный интеграл, от нуля до бесконечности. В этой записи х означает целую часть числа х. Х в квадратных скобках – это целая часть. Ну, кусочные постоянные функции. Х, если меняется от нуля до единиц, это ноль. Дальше единичка, дальше два и так далее. То есть очень простая запись, очень простой интеграл. Не собственный интеграл. Единственное, что есть комплектный параметр S. Поэтому, ничего не зная, умея работать только с интегралами, можно заработать миллион долларов. Из моего доклада можно запомнить только и это место. Этого уже будет достаточно. Идем дальше. Сумма представляет функцию только в той полуплоскости. Вот здесь. Так что, если вы посчитаете сумму, эта сумма всегда будет отлично от нуля. Доказано Риммоном. Ничего не получится. А нам нужно значение этой функции после того, как мы осуществили аналитическое продолжение. Вот поэтому и любители математики этим не занимаются. Все-таки входит аналитическое продолжение. Даже Миссаров не знает. Забыл. 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 Я просто сказал. Суммирует больше, чем привык. Ну, Миссаров привык работать с расходящимися интегралами. Здесь тот интеграл, который нарисован, он как и собственный, но он сходится, когда сигма находится между нулем и единицей. Это сходящийся интеграл. Он даже в ноль обращается во многих точках. Идем дальше. Но вот у меня план дальнейший такой. Я хочу сказать несколько слов о том, кто были предшественниками Риммона по исследованию функции распределения простых числых пи от х и в Клейтейлер, Гаусс, Чебышов и другие. Там было много всего, но я только выбрал несколько результатов, которые важны для понимания того, что сделал Риммон. Подробнее о докладе Риммона, который он сделал в 1859 году. В том же году этот доклад в отчетах Берлинской академии НОК была опубликована. И теперь я перечислил около двух десятков фамилий математиков, которые после Риммона занимались ипотезой Риммона. Список, конечно, неполный. Нужно порядок меньше. 200, 300, 400. Я не знаю, сколько математиков этим занимались. Я включил только те фамилии, которые мы все знаем. Вильстрасс, Валер Кустен, Адамар, Кох. Но Кохов – это распространенные фамилии. Это тот самый Кох, не палочки Коха, а искривая Коха фрактальной геометрии. Стиль Тиест, если интеграл его имени, все мы знаем. Гильберт М. Рис, я инцалы экономил место. Рису поставил инцалы, потому что есть еще Фриеш и Рис. Этим дзета-функцией Марселя Рис занимался. Коя, Беклунд, Харби, Сельверх, Литтлвуд. Араман Уджан, Редемахер, Эдмонд Ландау, Титшморш, Белман, Тюринг. Да, это тот самый Тюринг, который подарил нам машину, базовую модель. Машину Тюринга, все мы знаем. Вейл тоже инцал указал, потому что есть еще Андрей Вейл, это вот Герман Вейл. Виноградов, Каратсуба, Отлышко, Дебранович, Матеря Севич и другие. Вот последние уже математики нашего времени. Многие-многие другие. Дальше я вам указал вот то, что про Гильберта уже, что гипотеза Риммана занимает первое место по популярности среди математиков. Вот этот список это подтверждает, потому что все перечисленные имеют печатные работы по этой тематике. Я тут только должен сказать, что Гильберт тоже иногда ошибался. Например, он считал, что сначала будет доказана гипотеза Риммана, а только потом Керем Ферна. Кто-то нашелся, как мы знаем теперь. Ну вот, базовые результаты, которые были по распределению простых чисел до Риммана. Мы знаем доказательства Евклида о бесконечности множества простых чисел. Даже у меня написано единица, плюс от противного доказывается. Про это доказательство мне очень понравилось выражение книги «Математическая смесь» Литтлбуд пишет. Бывают такие доказательства, которые ты сразу запоминаешь. По истечении некоторого времени забываешь, где и когда ты их видел. Потом проходит еще некоторое время, тебе начинает казаться, что это ты сам придумал. Ну и Эйлер. Для времени Эйлера он простыми числами занимался. Сетывал на то, что он просмотрел таблицу простых чисел. И никакой закономерности обнаружить не удается. Одновременно вот он занимался рядами. Простые числа в размерности до 100 тысяч во времена Эйлера таблицы были известны. Не номер простого числа. Но тогда... Ну вот он рядами занимался. Я тут просто напомнил из курса Матанализа. Матанализа два результата. Это для гармонического ряда. Частичная сумма ряда, как выражается. И ряд. Вот единица делить на n квадрат равняется пи квадрат на 6. Этот результат вот ряд он просуммировал от единицы на n квадрат. Эйлер с 20 с небольшим лет. С 20 лет он работал в Петербурге членом-корреспондентом Академии Российской, Академии наук. И вот этим результатом, очень простым для Эйлера, он прославился. Обсуждали так. Единица на n квадрат суммируется. Самое обычное число. Никакой окруженности с какой-то площади, длиной, дуги и диаметра нет. Откуда появляется число пи? Но для... Теперь ближе к докладу. Каким образом вот эта функция связана с простыми числами? Имеется тоже Стрейлера. Он это доказал для случаев, когда С – это целое положительное число, больше или равный двум. Но на самом деле это тождество верно и для сигма больше единицы. С есть реальная часть. Сигма есть реальная часть комплектно-переменной С. В своем докладе Риммон это цитирует и говорит, что это теорема Эйлера. Дело в том, что доказательства Эйлера просто распространяются на случай всех параметров и даже комплексных. Хотя у Эйлера это было только С равно двум, трем и т.д. и т.п. Справа бесконечное произведение. Это произведение берется по всем простым числам. Два, три и т.д. Единица не включается. Оказывается, удобно единицу не включать в число простых чисел. Простые числа начинают только с двойки. Формулы упрощаются. Известно, что Гаусс занимался составлением таблиц простых чисел. Говорят даже, что он каждый день пару часов присвящал этому занятию. Тогда не было вычислительных машин. Это был огромный труд. И там до нескольких миллионов эту таблицу довели. Вот считается, что на основе анализа таблицы простых чисел Гаусс или Жандер выдвинули такую гипотезу, что π от х, число простых чисел, не превосходящих х, эквивалентно х делить на логарифм х. Теперь это основная терема теория чисел. Она была позже доказана. Но вот эта эквивалентность вынимается в том смысле, что их отношение при х, стремящемся к бесконечности, равняется единице. Гаусс, правда, отдавал предпочтение не вот этому простому соотношению, а эквивалентному величине, так называемому, интегральному логарифму. Вот ли от х, тут чуть пониже, у меня там написано. Я тут должен немножко отвлечься, сказать о том, что до времени Эйлера и, может быть, и Гауса существовала очень простая и ясная задача получить формулу, которая описывает простое число, исходя из его порядкового номера. Но эта задача оказалась ужасной. Одни постепенно отказались. Вот поэтому уже такие гипотезы стали появляться. Другие закономерности. То есть то, что можно открыть, закономерности поведения для больших х. Относительно гипотезы Гауса или Жандера год не указан, он неизвестен. Гаусс обычно такого сорта незаконченные результаты гипотезы не публиковал. Но известно, что вот эта гипотеза Гауса или Жандера была распространена среди математиков. Я, правда, не знаю, узнал я об этом Чебышев. Чебышев за 10-8 лет до Риммана опубликовал две работы. В 1749 году, здесь у меня это не написано на плакате, он вот исследовал тот предел, который наверху у меня написан, и доказал следующее. Если такой предел существует, 5х делить на х логарифм х, и он равен некоторому положительному числу, то это число обязательно будет единичкой. Ну и вторая работа, опубликованная Чебышевым уже в 1851 году, через два года после той, она дает оценки вот этому отношению 5х делить на х логарифм х сверху и снизу. Это просто великолепный результат, он часто цитируется. Иногда просто конкретная оценка не участвует, и говорят, что погрешность вот этого отношения отличат единицы на 10%. Дальше. О трех утверждениях Риммана. Нужно сказать несколько слов о том, как появилась гипотеза Риммана. В 1859 году Риммана избрали членом-корреспондентом Берлинской Академии Наук. Его было 32 года. Он уже был хорошо известный математик, хотя публикаций у него было мало, и по этому случаю у них была традиция представить свои исследования в Академии Наук по случаю избрания. И Римман решил представить такую работу, которая называется «О количестве простых чисел, не превышающих заданной величины». Он говорит о том, что эта тематика интересна, потому что им занимались Гаусс и Дерихле. То есть, фактически, он посвятил эту работу своим двум учителям, Гауссу и Дерихле, которых уже не было живых к тому времени. Гаусс умер за 4 года до этого, в 1855 году. А Дерихле в начале 1959 года, вот как раз в августе 1959 года, эта работа переведена на русский язык, всего 9 страниц. Она очень интересна, но очень трудна для чтения, в том плане, что это необычная статья. Говорится, там много формул, много утверждений. Некоторые доводы приводятся в пользу тех или иных утверждений. Строгих или иных таких доказательств вовсе нет. Вот поэтому я хочу из этого доклада Риммана привести три утверждения, их можно найти и в последующих книгах по этой тематике. Первое утверждение о том, что за ту функцию можно на всю плоскость продолжить, что у нее есть простой полюс, что у нее есть тривиальные нули, нетривиальные нули расположены все в критической полуосе. Ну а это он получал сначала функциональное уравнение, это тождество справедливое для любого S. Вот Z от S равняется, сюда входит гамма-функция, синус, гамма-1-S и Z от 1-S. Это формула справедливая для любых комплексных значений S. Как раз вот нули синуса и будут теми самыми тривиальными нулями. Ну, отрицательно только берутся, поскольку положительные нули, когда S положительные, когда нули возникают, они убиваются тем, что в этих точках гамма-функция имеет простой полюс и они друг друга уничтожают. Вот по этим результатам фоналитической продолжимости суждения о тривиальных нулях, нетривиальных нулях, и функциональному уравнению. Те краткие доводы Риммана, которые были в его докладе, они признаны убедительными. Правда, имеются и несколько иных доказательств, близких к Римману, но по-другому, в разных книгах. То есть здесь я об этом пишу, потому что не всегда это было так, не со всеми. Далее, Римман оценивал число нетривиальных нулей зета-функций, лежащих в прямоугольнике. Там получается так дополнительно. Римман показал, что если есть один ноль, то их будет четыре. Нули расположены семитрично относительно вещественной оси и относительно критической прямой. Но если тут где-то есть ноль, будет его пара вот здесь. Поэтому число нулей оценивается вот в этом прямоугольнике. Вызатый Т большое. Вот в этом прямоугольнике число нулей Н большое от Т это единица делить на 2П Т на логаифром Т и теперь следующее слагаемое какая-то константа умножить на Т и погрешность логарифма Т. Можно на что обратить внимание? Вот когда, скажем, синус обращается в ноль, тюк-тюк через равные промежутки нули синуса, скажем, синус Х равняется нулю на отрезке 0Т нули синуса Т делить на П эквивалентно примерно уровня Т. А здесь Т умножить на логарифм Т это означает, что чем дальше от начала координат число нулей стремительно растет. Хуже, чем периодический случай. Там непериодичность накладывается, число нулей очень много. Очень странно устроена эта зета-функция. У нее нули сгущаются, когда идем к бесконечности вдоль полосы вверх или вниз, они симметичны. здесь Риммон говорит какие-то доводы в пользу этого. Методы метеориформ скатки современного эта формула получает, высчиты и прочее. Краткие доводы Риммона более-менее удовлетворительными оказались. Они доведены до строгого доказательства. Вот этот результат доказан Монгольдом, что в этой прямоугольнике именно столько нулей подтвердил. Но Риммон считал, что все эти нули расположены не в полосе, а на критической прямой. Вот этот факт уже оказался намного более трудным. Он подтвержден частично. Главный вклад сделали Харди и Сельберг и другие. И третье утверждение Риммона. Собственно, цель его работы была найти асимпатическое разложение. Я должен сказать, что асимпатическое разложение выглядит как ряд, но теория там очень сложная. Если теория ледов – вещь завершенная, то в теории асимпатических разложений нет единой теории, потому что особенности могут быть разные. асимпатическое разложение для функции ПИАТЫХ занимает у Риммона две трети его работы. В конце своей работы он говорит о том, что если мы только сохраним главные слагаемые для ПИАТЫХ асимпатическом разложении логарифмической интегральным логарифм, то как можно оценить оставшиеся? И вот дает такую оценку порядок оставшихся слагаемых будет корень из х на логарифм х. Но конечно же это предположение, что гипотеза о нулях затафункций верна. Про гипотезу про нулях затафункций, что они расположены Риммон говорит о том, что он не сумел это доказать, хотя потратил некоторое время. Про другие свои утверждения Риммон ничего не пишет, как будто он их доказал, хотя к нему потом многие придирались, доказывали за него, эта работа была по косточкам разобрана. Но вот сама эта формула доведена до строгого доказательства Кохом в 1901 году. Я для справки просто потом эта формула уточнялась. Вот есть уточнение Шенберга получено в 1976 году. Если гипотеза нулях затафункций верна, то тогда вот эта разность будет единица на 2 АПИ корень из X логарифом X. Но для X больших некоторой величины 2657. Еще за несколько лет до Коха более слабую проблему, а именно выписанные здесь справедливо и гипотезы Гаусса Лежандера доказали Адамар и Валя Пустен. Но для этого им пришлось доказать, что затафункции на границах вот этой полосы ноль не обращается. На границе нет. То есть при сигм равном нулю, при сигм равном единице затафункции отлично от нуля. Вот отсюда они выводили две различных публикации, появившиеся в один год. И они остались друзьями. Хотя это не всегда имело место в дальнейшем. Но я об этом конкретно с указанием на фамилии не буду рассказывать. Ну вот следующее очень много исследований затафункции и функции пи это целое направление математики. Имеется очень много различных интересных результатов. Сотни и сотни работ. Я поэтому для информации для слушателей решил привести только создать впечатление какие же тут направления рассматриваются. По свойствам затафункции и функции пи от х имеются много сотен работ. Я привожу два примера. Без предположения о справедливости гипотезы Риммана относительно пи от х доказаны следующие оценки. Вот обратите внимание первое слагаемое остается логарифмически интегральным логарифом. Вот о большое не корень за х но логарифом х намного сложнее. Такого исследований довольно много. Это один из последних. Этим занимались Иван Матерьевич Виноградов и другие. Но доказывается не так. Они свойства затафункции сначала доказывают потом это сюда переносят по специальной технологии. Второй результат который я привожу это московский математик Карацуба в 1984 году доказал некоторую гипотезу Сельберга речь идет о количестве нулей на критической прямой промежутке от т.д.т.д.т.плюс h ну h там выражается какие-то на ней есть требования они здесь на плакате у меня указаны я уже засчитывать это не буду вот это свойство затафункции и пи от х имеется много работ до сих пор эти исследования продолжаются следующие следствия теоремной гипотезы Риммана и равносильной гипотезы но собственно сама работа Риммана в некоторой части выглядит таким образом если гипотеза о нулях затафункции верна то верно и его утверждение о распределении пи от х вот такого сорта результатов много можно сказать так тот кто докажет гипотезу Риммана автоматически становится соавтором десятков тонких и глубоких результатов потери функции и потери чисел различные следствия полученные я на этом на этом больше не буду останавливаться теперь имеются переформулировки но в математике всегда так пытаются свести задачу к другой а ту попытаться решить вот таких переформулировок около десяти они все тоже довольно сложные большинство из них связаны с затафункцией со свойствами производной заташлих от X до S и есть некоторые другие в частности Гильберт и Пойя связали эту гипотезу с самосопряженными операторами через эти связи со спектральной теорией с квантовой механикой но эту линию я не рассматриваю я в качестве свежего примера тут привел у нас на этих докладах уже прозвучало Игорь Владимирович Матьясеевич построил специальное диафантово уравнение и доказал что неразрешимость этого уравнения в натуральных числах равносельна гипотезе Риммана и в скобках я отмечаю что Матьясеевич до этого затафункция работала эта тематика он был хорошо знаком он в частности решил одну из одной из проблем которые поставил Пойя относительно кси-функции именно кси-функции это появляется факторизация затафункции они тесно связаны дальше вычисление нетривиальных нулей затафункции это направление тоже интенсивно развивается оказалось это трудная задача для вычисления нулей на критической прямой разработаны специальные методы и специальные алгоритмы в этой проблематике есть свой табель о рангах идут проверки различных гипотез численные проверки распределения нулей затафункции вот я готовлюсь к докладу еще раз посмотрел нашел большую таблицу состоящую из 23 строк о нулях затафункции о вычисленных нулях затафункции на критической прямой и из этих 23 строк привожу только 4 строки сам Римман знал первые значения первых трех нулей это оказалось числа чуть больше чем 14 21 и 25 в докладе этого нет но это переписка с коллегами обнаружился вот такой вот факт дальше многие занимались седьмой строку занимает Тюрилх он уже привлекал машины и вычислил 1100 нулей 1104 даже там цифры приводятся я уже округлил до 1100 следующие ищут нули которые очень далеко расположены не подряд считают а далеко в частности вот от лыжки у него есть группа лаборатория разработанные методы они вычислили несколько нулей на высоте примерно 10 20 степени но 10 20 степени по нашей вот по нашему масштабу это очень высоко да очень далеко то есть вот такие нули но дальше современные вычислительные комплексы вот я не очень уверен был как я фамилии тебе произнесу и люди для меня неизвестные вот вот два математика гурдон и демишет может быть в четвертом году последняя цифра они вычислили подряд первые 10-13 степени нулей речь идет об опубликованных работах вычислителей у них свои критерии свои точности и так далее но теперь дальше я хочу сказать следующее существует направление то есть аналоги дзета-функции дзета-функции артина л-функции дирехле и так далее вот эту тематику я оставил вне потому что это должен быть специальный разговор там нужно очень долго объяснять что это такое то есть существует параллельное направление о новых дзета-функциях аналогах дзета-функции риммана ну и в конце снова я перейду к премиальным деньгам и все-таки обещают за доказательства гипотеза риммана что же будет если она будет дано отрицательное решение известный ряд математиков которые считали что гипотеза риммана неверна одним из таких людей было литлвуд это величайший знаток комплексного анализа никто не может сказать что комплексный анализ я знаю лучше литлвуда он считал что у него ряд великолепных результатов я могу некоторые и перечислить но дело в том что он писал так нет никаких разумных доводов в пользу того чтобы эта гипотеза была верна видимо он посвятил он известно что посвятил много времени вместе с Хардией Романом Джалом и собственной работой такого же мнения придерживался Тюринг конкретно его высказывания я не знаю есть и некоторые другие поэтому эту возможность институт Крея допускает если будет дан только контрпример то ученый совет института будет решать считает ли это окончательным решением проблемы и выплатить миллион долларов или задачу нужно переформулировать так чтобы считать и открытой переформулированным усеченным виде в этом во втором случае автором автору может быть выплачена небольшая часть награды ну какие-нибудь сто тысяч долларов есть много веселых и грустных историй связанных вот о Гильберте я уже кое-что сказал Харди Стилькесом Пойя Дебранжем и другие но я уже выступаю 45 минут все веселые истории можно найти в интернете там с некоторыми прибавлениями обратите внимание на то что они в разных местах по-разному приводятся есть штук пять научно-популярных уже книг по гипотезе Риммана там один американский автор умные слова пишет он очень хорошую книгу написал там биографии Риммана как и в каких они условиях жили Римман кстати 40 лет умер был болезненный 40 лет он пишет вот эту известную историю про то что почему математикам Нобелевской премии не дают говорят что у Метак-Люфлера был роман с женой Нобеля самое интересное в этой истории заключается в том что Нобель не был женат спасибо за внимание аплодисменты